Мальчик, который ничего не боялся, жил однажды бедный крестьянин, и было у него 8 вечно голодных детишек и одна единственная корова. Ясное дело, что дети не в роскоши росли, но, к счастью, красавка давала молока не меньше, чем самая ухоженная корова на барском дворе. Без неё столько ртов было бы не прокормить, и какая она была, красавица да умница, во всей округе такой коровы не сыскать, всё понимала, о чём дети с ней болтали, а уж те наговорить могли с три корова. А как ласково и заботливо обходились дети со своей дорогой коровкой, не описать словами. Красавка жила в негие поле, хоть и была простой крестьянской коровой. Летом ей разрешалось пастись на большом барском выпасе, и всякий раз она сама под вечер приходила домой, такая эта была добрая и понятливая скотина. Но вот однажды приключилась беда, красавка не вернулась домой вечером. Крестьянин полночи искал корову, но вернулся ни с чем, только из сил выбился. На следующий день рано поутру пришли они с женой и старшими детьми искать красавку на лук, прочесали его из конца в конец, но так и не нашли своей коровки. Лишь у лесной опушки приметили они следы красавки на рыхлой земле, а рядом другие, отпечатки огромных неуклюжих лап со шестью когтями. Ужаснулся крестьянин, он сразу догадался, кто здесь побывал, не иначе как сам большой тролль из дремучего леса. Теперь без труда можно было догадаться, куда подевалась корова. Ясное дело, большой тролль выбрался из своих пещер в Серый Горе, заявился на пастбище и увел ее в свое логово. Тролль наверняка прознал, что красавка – самая удойная корова во всей округе. В маленькой крестьянской избушке воцарились грусть и уныние. Дети плакали, а отец с матерью не могли ни слова сказать от горя. О продолжении поиска не могло быть речи. Никогда еще ни один человек не осмеливался войти в ужасные пещеры, где обитали тролли. Однако не только троллей следовало опасаться в густой лесной чаще. Там жили еще зеленоволосая колдунья, лесная дева, как прозвали ее люди злобный пес, жадная пасть и медведь косолапый, косматый король леса. Среди детей на хуторе рос розовощокий мальчуган по имени Неси, равного которому не сыскать было в семи окрестных волостях. Самое удивительное в нем было то, что он ничего на свете не боялся. А почему? Да потому, что у него было доброе сердце. Он заботился о всякой живой твари, так что даже самый опасный зверь Нев решался причинить ему зла. Поэтому-то Неси не ведал страха и не боялся никого в дремучем лесу. Ни волков, ни медведей, ни колдуней, ни троллей. Когда Неси услыхал о пропаже красавки, то живо собрался в путь, в пещеру тролля, чтобы привезти корову назад. Отец с матерью ему не переечили, они знали их. Сыну бояться нечего, ведь он всегда держался обходительно и был добр со всеми. Взял Неси в руки палку, сунул в карман парочку бутербродов и отправился в путь. И вот пришел он в лес. Не просто было ему пробираться сквозь бурелом и по расщелинам и камням, через ручьи и болота. Но Неси хоть и не вышел росточком, зато был юрким и ловким. Он, словно рыба, проскальзывал сквозь густую чащу и заросли кустарника. Шел он, шел и повстречал колдунью. Та сидела на огромном валуне и заплетала свои нечусанные зеленые волосы, длинные-предлинные, до самых пят. Это была быстроногая лесная дева из дремучего леса. «Что ты делаешь в моем лесу?» Крикнула она мальчика, когда тот проходил мимо. «Добрая госпожа, я ищу нашу корову, которую украл тролль». Ответил Неси и хотел идти дальше. «Эй, погоди!» Крикнула ведьма и... Соскотч и всволуна схватила его за шиворот. Но тут ее длинные волосы запутались в ветвях пушистой ели. Лесная дева повисла на ветке, так что ноги едва касались земли, и не могла сойти с места. Она принялась биться и рваться, кричала и шипела от злости. Другой бы только посмеялся и подумал, по делам. Однако Неси был не из таких. «Ой, как мне вас жаль, матушка!» Сказал он заботливо «Дайте-ка я вам помогу». Он в лес на еле принялся распутывать косматые пряди, и в конце концов снял колдунью из дерева. «Надо же, какой ты чудак!» Помог своему врагу удивилась лесная дева. «Я то собиралась задать тебе взбучку, но раз ты мне помог, я тебе тоже помогу». «Спасибо за доброту, уууу», — матушка обрадовался Неси. «Тебе не справиться с лесным зверьём, если ты не научишься понимать их язык», — сказала лесная дева. «Вот тебе стебелёк волшебной травы, которую только я могу отыскать. Засуни его в ухо, и будешь понимать всё, что говорят лесные звери Мальчик сделал так, как его научила лесная дева Поблагодарил её и пошёл дальше Пройдя немного, он встретил огромного пса жадная пасть Тот скакал на трёх лапах и ревел от боли Ой, бедненький пёсик от чистого сердца пожалел его Неси, где же ты поранился? Может, я смогу тебе помочь? Хотела было пёс наброситься на мальчика Но, услыхав столь любезные речи, сел на задние лапы Совсем как самая обыкновенная собака А ты вроде не похож на остальных людей, парнишка Проворчал он Может, и так отвечал мальчик Дай-ка я посмотрю твою лапу, братец Пёс протянул переднюю лапу, и мальчик увидел, что в неё впилась огромная колючка Он вынул её, а потом приложил кране кусочек влажного мха Примотав его длинными травинками Ой, как хорошо обрадовался пёс и снова встал на все четыре лапы А я то собирался откусить тебе уши, но теперь не стану Куда же ты путь держишь? Я иду в пещеру троллей за своей пропавшей коровой Отвечал неси А я воскликнул пёс и с жалостью посмотрел на мальчика Не прострой это дело С троллями тягаться, не в игрушки играть Но раз ты вылечил мне лапу, я, пожалуй, пойду с тобой и покажу дорогу А глядишь, смогу и помочь, чем при случае Сказано, сделано Пёс жадная пасть побежал вперёд А мальчик зашагал следом Долго-долго шли они по лесу и наконец повстречали медведя косолапого Тот искал в инху клюкву Этому лучше на пути не попадаться Предупредил пёс Он не пощадит ни человека, ни зверя А мне он кажется вполне добродушенным Хоть он и такой большой косматый Сказал мальчик и пошёл вперёд Но тут медведь их заметил Поднялся на задние лапы и с ужасным рыком пошёл навстречу Ой, какой же у тебя низкий голос Воскликнул мальчик и протянул ему ладошку Поздороваться ты бы мог петь басом в настоящем хоуре Уф, проворчал медведь, опустился на четыре лапы и подошёл в развалочку поближе Такого голоса поначалу не испугаться можно Добавил мальчик, но на самом деле-то ты очень любезный Вот даже здороваешься со мной обеими лапами Медведь только-только собрался проглотить мальчишку Но тут из леса выбежала зеленоволосая колдунья Она шла за неси, держась на расстоянии хотела Посмотреть, как всё сложится в пещере тролля Не тронь мальчика, крикнула она Он не такой, как другие люди Не твоё дело, прорычал медведь и ещё шире разинул пасть Тогда лесная дева схватила сучковатую палку И воткнула её прямо в раскрытую медвежью пасть Палка застряла там, так что зверь не мог не кусаться, не реветь Ой, сказал мальчик, разве можно так обращаться со стариком, который с самыми мирными помыслами подошёл ко мне и хотел поздороваться Подожди-ка, дедушка, может, я смогу тебе помочь? Неси подыскал подходящего размера сосновую ветку и вставил её в медвежью пасть, как распорку А косолапый сидел смирно и только стонал Мальчик принялся вертеть и тянуть палку И в конце концов вытащил её Ловко у тебя получилось, похвалил медведь А ты, как я погляжу, мальчишка напористый Я то собирался слопать тебя, но теперь отпущу Впредь можешь не бояться косолапого Что ты делаешь в лесу? Ищу нашу корову Её украл тролль и отвечал Неси Ах вот как, славный мальчик Не побоялся взяться за такое дело Восклицательный знак похвалил медведь Коли справишься с троллем из дремучего леса То ты храбрее, чем кажешься Пожалуй, я пойду с тобой Посмотрю, может, смогу чем помочь И они все вместе отправились в путь Пёс бежал впереди За ним шёл мальчик Последним ковылял медведь А зеленоволосая лесная дева кралась впереди всех Ей хотелось узнать, что приключиться с мальчиком дальше Когда они дошли до горы, где была пещера тролля Уже начинало темнеть Вход был завален большущими камнями так Что оставалась лишь маленькая щёлка Вэ, какую разве что куропатка могла бы прошмыгнуть Ну ты-то тут, пожалуй, пролезть сможешь Рассудил медведь косолапый А если тролль попробует тебя обидеть Только крикни, Мишка, сюда Уж тогда я Задам ему хорошенькую взбучку Обещаю, вряд ли это понадобится Отвечал мальчик Но всё равно спасибо Мисси прошмыгнул в узкую щель и оказался в пещере Огромной, как сеновал Тролль сидел у очага и грызг кость Ой, какой маленький пастыленок Заревел тролль Вид у него был жуткий Длиннющий нос Мохнатые лапы и жёлто-зелёные кошачьи глаза А в углу, вы только полюбуйтесь Стояла красавка и жевала колючая Репейники, которые тролль нарвал для неё в лесу Ой, какой маленький пастыленок Заревел тролль Схватил Мисси одной лапой поперёк туловища И поставил на стол Откуда ты взялся Добренький, любезный тролль Начал Мисси вежливо Я пришёл за нашей коровой Которая забрела в эту пещеру Ну можешь и так считать Хмыкнул тролль Видишь ли, парень Мне нужно молоко И старухи моей тоже Так что ничего у тебя не выйдет А из тебя Поди Получится неплохое жарко А на ужин Вот придёт старуха и живо тебя зажарит Тот-то ты ошибаешься Возразил Мисси не сможешь ты так дурно обойтись С маленьким мальчиком Который тебе ничего плохого не сделал Что за ерунду ты городишь Заорал тролль Ясное дело Мы тебя зажарим Ты что, не боишься? Я тебя вовсе не боюсь Отвечал Мисси смело Ты совсем не такой плохой Как притворяешься Я же вижу Ну и ну В жизни такого мальчишки не видывал Пробормотал удивлённо Тролль Мать, иди-ка сюда Да разведи огонь Троллиха выскочила из боковой пещеры И засуетилась у очага Какая вы добрая, матушка Хорошо, что вы печётесь о своём старике Похвалив её мальчик Ну а нам с красавкой Пора в обратный путь Но тут тролль схватил мальчика За тонкую талию И хотел уже бросить его в кашу Вот ведь какое дело Доброта и благородство Способны покорить сердце Даже лесного зверя Но тролль ценит лишь грубую силу Понял это Нисси и закричал Мишка, помоги Мишка, помоги Вы бы видели, что тут началось Огромными лапищами медведь расшвырял камни Закрывавшие вход И ворвался в пещеру А за ним Лесная дева и пёс жадная Пасть Медведь схватил тролля за шиворот И швырнул его озим Мальчик освободился и отпрыгнул в угол Пёс вцепился в кожаную куртку троллихи Так что старуха упала В кадушку с водой Стоявшую возле очага Ах, вы бы слышали С каким забавным звуком Она шлёпнулась и как вода Брызнула аж до потолка Тем временем лесная Дева подбежала к красавке И развязала верёвку Которой та была привязана Нисси живо скочил корове на спину И ухватился за её длинные рога Спасибо за помощь Крикнул он Только не причините большого вреда Семейству троллей А потом велел к красавке Вперёд, моя коровка Скачи Задрав хвост Красавка пустилась бежать А Нисси у неё на спине Размахивал шапкой и кричал Ура! Они мчались галопом по камням и кочкам И когда взошло солнце Целые и невредимые добрались домой Стоит ли говорить, какое там было веселье А тролль струхнул не на шутку Надо же, Нисси то своим добросердечием Смог расположить к себе Его самых верных друзей из леса Так что он с тех пор и нас не Показывал на барском выпасе